Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, третью главу Колоссянам. Мы рассмотрим с вами этим утром Колоссянам, третью главу. Папа Хэггин говорил, «С тех пор, как я научился молиться, у меня не было ни одной неотвеченной молитвы». Задумайтесь, «С тех пор, как я научился молиться, у меня не было ни одной неотвеченной молитвы». Что он имел в виду? «Я получаю результат». Каждый раз, когда он высвобождал свою веру, он ожидал результата. Мы должны прийти к тому, чтобы, высвобождая веру, мы не считали, что это нормально, если ответ не пришел. «Ну ладно, идем дальше». Библейская вера – это когда вы не отступаете, пока не увидите проявленного ответа. Был такой человек, Джордж Мюллер. Если вы ничего о нем не читали, обязательно поищите информацию о нем в интернете или почитайте его книги. Он основал приют для сирот в Англии, а потом еще несколько приютов. И к моменту его смерти он заботился о более чем двух тысячах сирот. У него было потрясающее свидетельство. И он вел молитвенный список, записывая в него нужды или людей, за которых молился. И он не убирал их из списка, пока не увидит ответа. И он рассказывал, что определенные вещи он приносил перед Богом годами, не умоляя об одном и том же, а однажды высвободив свою веру, он потом каждый день говорил, «Спасибо, Отец, ты работаешь над этой ситуацией, потому что я уже говорил с тобой об этом. Спасибо, Отец». Итак, каждый день это была молитва хвалы и благодарности. Это не были только прошения, молитвы веры или моления. Помолившись и высвободив веру, он дальше просто благодарил Бога. Вы понимаете, есть вопросы, которые требуют постоянного ходатайства. Но в некоторых вещах нужно просто высвобождать веру через хвалу и поклонение. И вот, в его городе одного человека считали самым большим негодяем. И говорили, что его жизнь никогда не изменится. И Джордж Мюллер, услышав, что этого человека невозможно достичь, включил его в свой список. А если у вас есть список молитв, в которых вы неотступны, пока не получите ответ, вы очень внимательно будете выбирать, что включить в этот список. Вы не будете необдуманно с полоборота что-то записывать. Собираясь настойчиво доводить все до конца, вы очень трезво будете выбирать, по какому поводу высвобождать свою веру. Слишком часто люди как-то в полсилы и, между прочим, высвобождают свою веру о чем-то. Но нам нужно прийти к тому, чтобы целенаправленно, в конкретный момент времени высвобождать свою веру. Джордж Мюллер так поступил с тем человеком. И 50 лет тот человек был в его молитвенном списке. Он верил Богу о его спасении. Джордж Мюллер умер, не увидев ответа, но этот человек пришел на его похороны и там родился свыше. Потому что муж Божий был неотступен, и Бог почтил его веру, даже когда он уже ушел. Его вера все еще работала. Почему? Потому что вера, она живая. Аминь. Что я хочу сказать? Что нам нужно трезво подходить к тому, о чем мы высвобождаем свою веру, а не просто делать это хаотично и в полсердца. Так что, если спросить вас, а вы молились об этом? О, да, да, молился. И все, что вы могли бы вспомнить, да, вроде как молился. Или мы даже не можем сказать, когда мы высвободили свою веру. А, молился ли я об этом? Видите, здесь что-то не так. Потому что, если мы будем подходить к каждой просьбе, к каждой нужде, к каждому обстоятельству так, «Я получу ответ», «Я выйду победителем из этого», то мы будем верить очень целенаправленно. И вот тогда у нас будет такое же свидетельство, как у папы Хеггена. С тех пор, как я научился молиться, у меня не было ни одной неотвеченной молитвы. И он рассказывал, «Были времена, когда ответ никак не приходил. И тогда я знал, что мне нужно изменить свой подход. Либо изменить то, во что я верил, либо то, что я говорил, либо то, о чем я просил. Мне что-то нужно было поменять. Но, он говорил, у меня не было ни одной неотвеченной молитвы. Почему бы нам не решить? Вот какой должна быть вера в нашей жизни. Каждый ответ должен быть получен. Каждая победа. Каждое благословение. Аминь. И не соглашаться. Ну ладно, это не сработало. В следующий раз лучше постараюсь. Есть какая-то причина. Давайте извлекать уроки из прошлого. Анализировать, почему это не сработало. И так мы научимся лучше сотрудничать с Богом. Аминь. Я хочу сказать что-то, что, на мой взгляд, всех нас должно интересовать. Мы можем либо ускорить, либо задержать проявление нашего ответа. Мы можем ускорить его. Не знаю, как вы, но я хочу проявление ответа. Если я о чем-то верю, я хочу увидеть ответ. И мы можем либо ускорить, либо замедлить его проявление. Или вообще не суметь его получить. И важно осознать, что то, как мы относимся к слову, определит, придет ли проявление быстрее, или медленнее, или вовсе не придет. И это зависит не от Бога, а от нас. Хочу вам прочитать кое-что, что написал Папа Хеггин. Осознайте, что получение ответа на молитву или на веру может зависеть от вас. Проявление, послушайте внимательно, может прийти быстрее. Я только за. А вы за? Оно может прийти быстрее, если Слово Божье сильно укоренено в вас. То, насколько сильно в вас укоренено Слово, будет диктовать, насколько быстро сможет проявиться ответ. Читаем дальше. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божья. Иными словами, ваша вера будет крепче, если в вас много Слова. Если вера становится крепче от того, что в вас много Слова, что же произойдет, если в вас не особо много Слова? Ваша вера будет слабее. То есть, он говорит нам, что проявление нашего ответа зависит от силы нашей веры. И если наша вера крепче, проявление может прийти быстрее. Если наша вера слабее, потребуется больше времени, чтобы что-то проявилось. Итак, если что-то долго не проявляется, нам не следует говорить, Бог, почему ты так долго медлишь? Нам нужно исправить это. Как? Укрепить свою веру. Как же укрепить веру? Есть только один способ. Словом. Далее Папа Хеггин говорит, по этой причине я даже не молюсь о чем-либо, пока я прежде несколько дней тщательно не исследую Слово по этой теме. Вы понимаете, что бывают срочные ситуации, требующие от вас действий, и вам нужно немедленно применить свою веру. Но если вы просто решаете, буду верить вот об этом, и это не чрезвычайная ситуация, тогда проведите время в Слове. Он говорит, постоянно исследуйте Слово, постоянно размышляйте о Слове. Как же размышлять о Слове? Говоря его себе. Размышлять о Слове и питаться им не обязательно, значит, брать главы за главами, за главами как можно быстрее. Это значит найти места Писания, которые обращают на себя ваше внимание. Прислушайтесь к Духу Святому, к каким местам Писания Он вас направляет. Если Он указывает вам на какое-то место Писания, не слезайте с Него. Не думайте, я его уже прочитал и довольно, или я его уже один раз процитировал. Если Дух Святой указывает вам на Него, значит, Он хочет, чтобы вы там разбили лагерь. Аминь. Говорите это местописание. И, возможно, всего одним местом Писания вы будете питаться днями, неделями, и оно будет в вас расти и расти и расти. Помните, как Папа Хеггин юношей был при смерти, и он нашел Марка 11, 23-24, так? 16 с половиной месяцев он оставался на этих двух стихах. Аминь. Потому что в них было заключено так много. Дух Святой говорил, в них твой ответ, в них помощь для тебя. И он пребывал в этом. Ум будет говорить, тебе надо прочитать что-то другое. Вам следует держаться того, что Дух Святой говорит. Вот что нужно делать. Не позвольте резонности лишить вас водительства Духа. Аминь. Итак, Папа Хеггин сказал, постоянно исследуйте Слово. Постоянно размышляйте о нем. И я вам скажу, не просто методом тыка выбирайте что-то из Слова, чтобы размышлять над этим. Если, когда вы питаетесь Словом, определенный стих приводит ваш Дух в восторг, поднимается внутри вас, оживает для вас, тут же остановитесь. Останьтесь на этом стихе. Прибудьте на этом стихе. Или же, когда вы проснулись, или в течение дня определенный стих приходит к вам из вашего сердца. Этот Дух Святой направляет ваши размышления, чтобы вы не размышляли бессмысленно. Вам не нужно, скажем, размышлять о книге Откровения, когда вы нуждаетесь в исцелении. Вопросы восхищения не важны, когда вы нуждаетесь в исцелении. Серьезно. Это вроде бы обычный здравый смысл, но людей этому нужно учить. Не думайте, сейчас я обзаведусь огромной верой, читая кучу Слова. У вас будет много веры, если вы будете следовать за Святым Духом в то Слово, которому Он вас учит, в которое Он вас ведет. И Папа Хэггин продолжает. «Иногда я днями размышлял всего об одном месте Писания. Одном. Спустя 3-4 дня я обнаруживал, что вера была настолько крепкой во мне, что я не мог бы засомневаться, даже если бы захотел, потому что Слово встроило что-то в меня». Видите, Слово встраивается в вас через размышление о нем, а не просто через ознакомление с ним, не просто через способность его процитировать. Оно должно жить для вас. Размышление – важнейший ключ для жизни веры, потому что именно через размышление вы вкладываете Слово в себя, а себя помещаете в Слово. И ничто не может вас из Него вытащить. Думайте о Слове, говорите о нем, говорите его себе снова и снова и снова. Дело не в количестве Слова, которое вы вложите в себя, а в откровении Писания, которое вы вложите в себя. Аминь. Позвольте мне продемонстрировать, как выглядят размышления. Мы каждое служение цитируем это место Писания. Филиппийцам 4.19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И размышления об этом месте Писания выглядели бы следующим образом. «Мой Бог восполнит. Мой Бог. Он мой Бог. Отец, я благодарю тебя, что ты мой Бог. Ты сделал себя моим уделом». Ты принадлежишь мне. Я принадлежу тебе. Ты не только Бог моего пастора. Ты не только Бог брата Копланда. Ты не только Бог брата Хеггена. Ты не только Бог Моисея. Ты мой Бог. Ты мой. Берите каждое слово, место Писания и питайте себя им. Разжевывайте его. Библия говорит «вкусите и увидите, как благ Господь». Как вкусить? Есть. Разжевывать. У вас тоже так? Когда родня собирается вместе, кто-то из родственников всегда приносит самый лучший десерт. Я не сказала «лучшие овощи». Лучший десерт. В нашей семье было так много маленьких детей, когда моя родня собиралась вместе. У одного брата пять дочерей, у другого брата двое детей, у сестры трое и у меня двое. И все эти малыши сбегались к десерту вместе с нами. И вот один из моих братьев, это было великолепно, он вставал и говорил «нет, нельзя, нельзя, нельзя». Это десерт домашнего приготовления, вы слишком малы, чтобы его оценить. Идите, возьмите коробку с печеньями из шкафа. Это не для вас. Это пустая трата на трехлетнего ребенка. Идите, возьмите крекеры, печеньки, которые вы даже не способны различить. Дети хватают что-то изысканное, на что ушло так много времени, и глотают, даже не разжевав. Ты же даже не прожевал, ты даже не прожевал, просто проглотил, ты не ценишь это. Нужно откусить кусочек и... Ммм... Нужно причмокивать, смаковать. А не просто проглотить побыстрее, даже ничего не почувствовав, и продолжить разговаривать. Нет, 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 это и есть беседа. Мы говорим о том, что едим. Не до разговоров о детях, когда мы едим это. Так? Точно так же со словом. Мы не просто на бегу применяем и едим слово. Мы наслаждаемся каждым кусочком. Аминь. Мы пиршествуем. Аминь. Что сказано в 22-м псалме, 5-м стихе? Ты накрываешь стол для меня в присутствии врагов моих. Да, враги присутствуют, но... Ах! Что на столе? Батюшки! Что на столе? Стоит смаковать каждый кусочек. Моя мама готовит домашние пончики на дрожжах. Это мамма миа, я говорю вам. Так вкусно! Пальчики оближешь. Она их жарит и покрывает глазурью. Боже мой! Откусываешь кусочек, и он просто тает. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не до разговоров о детях. Просто мям-ням-ням. Потому что такое лакомство занимает все внимание. Захватывает вас полностью. Соседи, зная, что она собирается их готовить, если, например, она проговорилась кому-то из друзей, приходят в гости и поглощают их, поглощают пончики. В детстве, когда мама готовила эти пончики, мы наслаждались каждым кусочком. Тут не было никакого глотания целиком. Мы их смаковали, наслаждались ими вовсю. И не лезь ко мне со своей проблемой. Я ем. Полное внимание на том, что приносит наслаждение. Мой Бог. Мой Бог. Полное внимание. Мой Бог. Берите каждое слово и разжевывайте его. Аминь. Вот что такое размышлять. Мой Бог. Мой Бог. Не моя работа. Не мой супруг. Мой Бог. Мы перешли к следующему слову и акцентируем его. Мой Бог. Не мой кошелек. Не экономика. Аминь. Мой Бог. Потом следующее слово. Разжевываем следующее слово. Бог мой восполнит. Он восполнит. Тут нет никаких «если» или «но». Никаких сомнений. Я не волнуюсь. Я не беспокоюсь, потому что Он восполнит. Он восполнит. Он восполнит. Бог мой восполнит. Если вы начнете так говорить при оплате своих счетов, начнете так говорить, когда едете за рулем машины, у вас прямо там будет богослужение. У вас будет церковь. Мой Бог восполнит. Не удержит. Не накажет. Не проучит меня. Потому что я оступился, и теперь меня надо проучить через лишение. Бог мой восполнит. Потом переходите к следующему слову. Бог мой восполнит всякую. Не выборочно. Не отчасти. Всякую. Для каждой нужды, с которой вы сталкиваетесь, уже есть обеспечение. Для каждого возникающего обстоятельства уже есть обеспечение. И не ограничивайтесь деньгами. Для каждого симптома уже есть обеспечение. Для каждой болезни уже есть обеспечение. Обеспечение исцелением. Бог мой восполнит. Всякую. Мою. Мою. Не только нужду пастора. Не только нужду тех, кто все делал правильно последние 30 лет. Он восполнит всякую мою. Всякую мою. Вот что такое размышлять о слове. Вот что такое питаться словом. Так ваша вера становится крепкой. Так вы ускоряете приход ответов в вашу жизнь. Так вы ускоряете приход решений. Так вы ускоряете проявление ответа на вашу нужду. Аминь. Слава Господу. Итак, Папа Хеггин сказал, иногда я днями размышлял всего об одном месте Писания. Помните, что я сказала? Позвольте Духу Святому руководить вашими размышлениями. Чтобы вы не выбирали наобум стихи, которые не соответствуют его водительству для вас в этой ситуации. Когда я проходила одно испытание, которое длилось довольно долго, каждый день с утра Дух Святой либо напоминал мне место Писания, либо говорил мне что-то. И весь день я пребывала в этом. Что бы он ни сказал, я в этом пребывала. Я не спрыгивала с этого просто потому, что день шел своим ходом. Я носила в себе то, что он сказал в течение всего дня. Я это записывала. На следующий день я вставала, и если я пыталась размышлять о том, о чем размышляла вчера, оно уже не казалось таким живым, как прежде. Оно как будто не несло в себе того же помазания. Потому что он хотел мне дать что-то другое на тот день. Иногда он дает вам что-то каждый день, чтобы провести вас через трудный период, через испытания. А иногда он дает вам только что-то одно. Но если он дает вам только что-то одно, не спрыгивайте с этого, пока он не даст вам что-то другое. Вот что такое следовать за Святым Духом. Вот что значит быть Вадимым Духом. Он не будет руководить вами только в том, какой дом купить, или на какую работу устроиться, или с кем вступить в брак, или в каком городе вам жить. Он будет руководить вами в том, о чем размышлять. Он поведет вас в том, на что уделять внимание, на какую часть слова. Потому что слово обширно. И кому-то слово скажет что-то на основании его нужд. А вам Бог высветит что-то другое. И все это слово. Но его прописывает великий учитель, Дух Святой. Аминь. И Папа Хеггин как раз говорил о том, что мы можем ускорить проявление ответа, если поймем это. Он сказал, иногда я днями размышлял всего об одном месте Писания. Спустя 3-4 дня я обнаруживал, что вера была настолько крепкой во мне, что я не мог бы засомневаться, даже если бы захотел, потому что слово встроило что-то в меня. Далее он цитирует. Иисус сказал в Иоанна 15,7. «Если прибудете во мне, посмотрите, и слова мои в вас прибудут». «Слова мои в вас прибудут». Слово «пребывать» значит жить внутри. Недостаточно того, что мы живы в нем. Его слово должно быть живым в нас. Оно должно быть чем-то живым. Как же слово оживает для нас? Через размышления о нем. Когда мы не просто пролистываем и читаем Библию как можно быстрее, чтобы поставить галочку, что мы прочитали свои главы. «Послушайте, хорошо читать Библию. Я не говорю, что это не так, но я говорю, не упустите ценность размышлений». Аминь. «Если прибудете во мне». Если вы рождены свыше, вы пребываете в Иисусе. Понимаете? Вы в нем. Вам больше ничего не нужно для этого делать. Если вы рождены свыше, эта часть уже исполнена. Но вот ключ. «И если слова мои в вас прибудут, и потребуется время, чтобы наполнить себя словом, потребуется размышление, чтобы пропитать себя им, и тогда, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то просите. Просите. Вы начнете просить что-то, когда какие-то его слова оживут внутри вас. Вы будете просить. Вам не придется с трудом вспоминать, просил ли я об этом. Нет. Слово будет настолько живо в вас, что вы начнете просить и овладевать определенными вещами. Чего не пожелаете, просите, и будет вам. Будет вам. Насколько точно, надежно и определенно это произойдет. Аминь. Итак, мы видим, что мы можем ускорить проявление ответа через то, как мы обращаемся со словом. Нам необходимо понять, что слово – это голос Бога, говорящий к нам. Это Его голос, обращающийся к нам. Если бы вы были влюблены, скажем, юноша ухаживал бы за девушкой, они бы ходили на свидания и планировали жениться, но по какой-то причине им пришлось бы расстаться на некоторое время, потому что одному из них нужно было куда-то уехать. Если бы он писал ей письма, а она ему, я вам гарантирую, они не читали бы эти письма как какие-то счета, открывая их без интереса. Так, между прочим, они открывали бы это письмо первым, получив почту. Все счета они оставляли бы на потом, потому что это не так важно. Это письмо они открывали бы первым. Когда мы с чем-то сталкиваемся, слово должно быть первым, что мы открываем. Почему? Потому что это письмо от нашего Отца. Это Он говорит с нами. И читая письмо от того, в кого вы так влюблены, вы бы не просто прочитали его один раз, вы бы прочитали его дважды, особенно если там написано о том, как вы чудесны и прекрасны. Вы бы перечитывали это снова и снова, и еще показали бы кому-то, смотри, что она пишет. Посмотри, что Он говорит обо мне. Вы бы с радостью делились этим. И перед сном, лежа в кровати на подушке, вы бы снова достали это письмо и так и заснули бы с ним. А потом красиво перевязали бы его и положили на полочку. Я это сохраню. И на следующей неделе вы бы снова его достали и перечитали. Или на следующий день, на следующее утро. У кого как. Потому что для влюбленных письмо – это их любимый человек. Это единственная частичка его, которая рядом на тот момент. Это письмо представляет собой присутствие любимого человека с вами в вашей жизни. Так и его слово для нас. Слово – это голос Бога. Мы читаем его страстно. Мы читаем его с жаждой. Мы читаем его с величайшим интересом. Мы читаем его с огромной любовью, потому что это мой Отец говорит со мной. Аминь. И знайте, что провести время в Слове – это все равно, что побеседовать с Иисусом лично. Аминь. Много лет назад Бог мне кое-что сказал. Разговаривай со мной о моем Слове. Что он имеет в виду? Не просто прочитывайте Слово и закрывайте книгу, а поговорите с Богом о том, что вы прочитали. Аминь. Если бы любимый человек сказал, «Мне нужно поговорить с тобой о чем-то» и написал об этом в письме, вы бы прочитали это и в своем письме ответили ему о том, что он попросил у вас. Разговаривайте с Богом о Его Слове. Наполняйте себя им. Потому что от этого зависит, насколько быстро проявится ваш ответ. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.